В РОВАДЕ мы были около 4-5 часов дня. Меня посадили в обезьянник, там, где я видела всех сотрудников, у них в кабинете. Там находились мы очень долго, то есть это с 4 дня до самого позднего вечера. Я сказала, что у меня мигрень началась, очень себя плохо чувствую, то есть никаких реакций на это не последовало. Мы хотели еще где-то через час-полтора нас всех посадили в автозак со стаканами, в стаканы посадили и повезли собирать остальных задержанных по всем РОВАДЕ Минска. Мы катались очень долго, где-то 4 часа, там было очень холодно, металлические стены, они выключили свет, понятно, не сколько времени, что происходит, вообще ничего. Уже в ИВС назовели помещение, в котором находятся стаканы, и развели всех задержанных по стаканам. У меня ухудшилось состояние, я почувствовала позывы к рвоте сильные, начала стучать в дверь стакана. Подошел сотрудник ИВС, спросил, в чем дело. Я сказала, что я чувствую позывы к рвоте, мне нужно в туалет. Он открыл дверь стакана, я вышла за порог стакана, и он позвал сотрудника медицинской части. Я ей тоже объяснила, что у меня позывы к рвоте, в связи с мигренью, я себя очень плохо чувствую, мне нужно срочно в туалет, потому что я себя не смогу сдержать больше. Она сказала, что здесь не медицинское учреждение, я вам ничем помочь не могу. Я говорю, что мне не нужна помощь, мне просто в туалет отвезите, мне плохо, это сейчас будет некрасивая ситуация прямо вот здесь. Она говорит, что нет, она отказалась, сотрудник ИВС тоже отказался везти меня в туалет. Тогда я ему сказала, что раз вы меня не поведете в туалет, тогда сейчас я буду блевать вам прямо на ботинки. Он разозлился и в грубой форме он так на меня как гопник начал кричать, ну давай, давай, типа на слабой или что. Я наклонилась, то есть, ну сколько можно себя сдерживать. Мне было очень плохо, я наклонилась, говорю, хорошо, на ботинки, так на ботинки. В 8-8.30 утра я была задержана, и я находилась в то время без еды и воды, то есть меня никто, естественно, не кормил, не поил, ничего, то есть очень долгое время прошло. Поела, ну я, естественно, в камеры попила уже из-под крана, а поела я только на следующий день в 9 утра, когда был завтрак. В камере не было ни мыла, ни полотенца, ни туалетной бумаги. И мне приходилось вот потеряться какими-то документами, которые, типа, я считала менее важными, то есть это разъяснение прав и обязанностей, что-либо такое. Пришло уже больше суток с момента задержания, хочу заметить, только тогда я встретилась с исследователем и адвокатом, и там следователь дал мне бумагу, то есть предложение о сотрудничестве со следствием. Я ее взяла, обрадовалась, что будет в туалете с чем подтереться. Спасибо за такое предложение. Утром после завтрака нас повезли в РОВД, развели по карцерам, то есть это не обезьянник с решеткой, это полностью изолированное помещение, в котором находились только скамейки. Попаливайте карцеры, наверное, в 11 примерно часов утра, так плюс-минус, вот, то есть утром. И находились там до 8 вечера примерно. Мне понадобилось выйти в туалет, я начала стучать в дверь, то есть я через окошко видела сотрудников, все, то есть они по-любому слышали, что я стучусь, но никто не реагировал. Я начала стучать чуть громко, потом я вижу, как ко мне несется к дверям сотрудник РОВД, так резко открывает дверь, и начинает нецензурно выражаться в мой адрес, говорит, что-то такая борзая, соска там и прочее. В общем, я говорю, отвезите меня в туалет. Он, видимо, разозлился на то, что я громко и долго стучала, и говорит, я тебе сейчас, типа, несцензурно, конечно, ударю, что ты будешь там все свои нужды справлять прямо здесь. Я говорю, хорошо, договорились, не проблема. Он захлопнул дверь, ну, я недолго думая, то есть все свои дела сделала прямо там на пол. Выбора у меня особо не было. Через час или больше он вернулся, видимо, там ему коллеги сказали, ну, отведи уже я в туалет. Ну, как бы было уже поздно. Он открывает дверь, вот, видит все это, говорит, твоя работа. Я говорю, ну, а что кого-то еще здесь видите? Я говорю, да, моя. Он говорит, ну, молодец. Полиенко находился в соседнем карцере, ему передали передачку. Он знал, что я нахожусь с самого утра там с едой воды уже вечером. И он тоже начал стучаться, долго стучался. Подошел сотрудник, говорит, Полиенко, что шумишь? И я видела, ну, и слышала все, что он дает ему пакеты, говорит, там пару афелей, типа, передайте вот в тот карцер, там, Настя Гусева, как бы она вообще, типа, сидит без передачки, без ничего, типа, дайте ей хоть там пожевать чего-нибудь. Ну, на что он, типа, говорит, вообще, типа, она неадекватная, типа, сумасшедшая, и вообще в одно место ее надо, типа, провести с ней половой акт анальный, а не передачки ей передавать. То есть на этом разговор закончился, причем пакет он забрал, ну, и унес в неизвестном направлении. То есть так мы и сидели там до самого вечера. Продолжение следует...